В Уральске работает Центр протезирования и ортопедии «Салют Артоки и Зет». Руководит им известный предприниматель Геннадий Франк. Особенность Центра в том, что он ориентирован на работу с государственным порталом социальных услуг, через которые граждане Казахстана могут получить необходимую помощь. Геннадий Артурович, еще будучи руководителем социального предприятия «Шенерак», неоднократно сталкивался с потребностями людей с ограниченными возможностями. Когда он приобрел здание бывшей протезной мастерской, то вместе с единомышленниками стал оказывать людям помощь в изготовлении протезов. Мы переклифицировались на медицинскую сферу, и у нас сейчас две компании. Это «Салют Орта» и «Ортомед» — это аптека ортопедическая. Они друг друга дополняют. Мы занимаемся протезированием верхних и нижних конечностей для людей с ампутацией детям. Это у нас с взрослым людям с пенсионного возраста и трудоспособным. То есть у нас протезирование идет для всех категорий населения. У нас сразу подчеркну, что люди с инвалидностью у нас не платят по соцпорталу и по государственному закупу. То есть государство оплачивает за них. Совместное с компанией «Салют Орта» предприятие получает компоненты из России, Германии и скандинавских стран. При центре функционирует ортопедическая аптека и школа ходьбы, где опытные врачи помогают людям освоить протезы. У меня друг, у него ампутация была, и он мне все время в разговорах упоминал, что ему тяжело ездить в Алмату, протезы замен. И я у него поинтересовался, насколько положение вещей в регионе именно с протезием, поскольку это все-таки социальное направление. Оказывается, у нас здесь нет таких вообще в западной регионе. Вообще в Казахстане у нас всего лишь несколько предприятий. По мере наращивания мощностей протезного цеха и пополнения штата специально обученным персоналом, центр охватывает и людей из других регионов Казахстана. Через специальную программу любой желающий может получить консультацию, зарегистрироваться на портале и оформить заказ на необходимый ассортимент. Говоря о социальной сфере, нельзя не отметить тот факт, что Геннадия Франко называют социальным предпринимателем. Его труд высоко оценен. За вклад в сферу благотворительности и оказание помощи детям с особыми потребностями Геннадий Артурович награжден нагрудным знаком Ассамблеи народа Казахстана Жумарджан. Так что же такое социальное предпринимательство? Попытаюсь вам в двух словах объяснить. Социальное предпринимательство – это когда извлекая доходы, вы решаете какую-то социальную проблему. Допустим, у нас в регионе не было центра протезирования. Люди ездили за несколько тысяч километров. Это дискомфорт, это неудобство и все из этого текающее. Мы открыли здесь, дали доступную среду для людей с инвалидностью. Мы решили социальную проблему. Им не нужно ездить куда-то, они получают услуги здесь. Нашу компанию выбирают именно по качеству. Мы нашли партнера, обозначили свои стандарты высокие. И они делают, соответствуют этим требованиям, сандартам. И, соответственно, наши потребители, люди с инвалидностью или дети с инвалидностью, получают очень качественный продукт. И люди идут к нам. Мы практически весь Казахстан сейчас обслуживаем. Сегодня дело отца продолжает и старший сын Артур, прошедший специальное обучение в компании «Моторика». Сегодня он единственный в Казахстане специалист по бионическим протезам. В данный момент идет работа над открытием второго центра в Астане, планах Туркестанской области и другие регионы. Планируют Геннадий Артуревич открытие патронажной школы по немецкой методике, где будут проводиться занятия по уходу за тяжелобольными и лежачими людьми. Ведутся переговоры о совместной работе с руководством общественного фонда Казахстанской объединения немцев из рождения. Это социальная сфера, в которой у обеих сторон достаточно много опыта. К слову, Геннадий Артуревич возглавляет культурно-просветительское общество немцев западно-казахстанской области «Хаймет». Вообще в Казахстане нужна хорошая школа социального работника. Именно по немецкой методике патронажной, палиативной службы. И вообще палиативную службу патронажную можно здесь делать. Это социальная сфера, ее нужно. Не я это придумал, это просто нужно перенять и, может быть, где-то что-то добавить, где-то улучшить.